МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Россия может признать право Приднестровья на независимость. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что в случае расширения связи Молдовы с НАТО, жители непризнанной Приднестровской республики должны получить право самостоятельно принимать решение о своем статусе. Правительство Турции разрешило курдам перейти границу с Сирией, дабы помочь своему народу в приграничном городе Кобани. Именно там, отмечу, идут ожесточенные бои между исламским государством и курдами. Таким образом, турецкие власти кардинально изменили свою внешнеполитическую линию, потому что ранее они противились помогать курдам. Украина перезимует с российским газом. Завтра в Брюсселе пройдет встреча представителей России, Украины и ЕС. Как ожидается, стороны доработают соглашение о поставках газа. Согласно предварительным договоренностям, достигнутым в Италии, в Милане, Россия поставит Украине 5 миллиардов кубометров топлива до конца марта следующего года. Как считают аналитики, такого количества газа хватит, если не будет аномальных холодов. Дешевая нефть, ответные санкции ЕС и из-за конфликта в Украине не самый лучший инвестиционный климат. Россия на пороге системного банковского кризиса. Об этом заявляют эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования России. Так ли это на самом деле и если да, что грозит россиянам? Стоит ли бежать в банки и забирать срочно свои валютные вклады? Об этом мы говорим с экономическим аналитиком Сергеем Сининским. Сергей, здравствуйте. Добрый вечер. По терминологии этого центра, системным банковским кризисом, эксперты называют ситуацию, когда население массово забирает свои вклады с валютных депозитов, когда доля проблемных банковских активов, в данном случае в России, по их мнению, может превышать 10%, и когда проводится реструктуризация или даже национализация банков и темпы около 10%. Есть ли что-то из перечисленного сегодня в России на самом деле? Если очень коротко, то скорее нет, чем да. Если говорить об оттоке банковских вкладов. Действительно, в марте и в мае этого года в России наблюдалось абсолютное сокращение объема вкладов. Но это были в течение месяца по сравнению с предыдущим месяцем. Но буквально на следующий месяц темпы опять были положительными. И вот буквально сегодня, когда мы с вами говорим, вышла очередная статистика Центрального банка России, которая показывает, что в сентябре темпы роста банковских вкладов в России остаются положительными. Если же говорить о притоке, о динамике год к году, то есть к уровню соответствующего месяца прошлого года, даже с учетом этого прирост за год составляет примерно 5%. Российский бюджет сверстан из расчета что-то около 96 долларов за баррель. Но Саудовская Аравия уже заявила, что она может мириться со стоимостью 80 долларов за баррель. Соединенные Штаты продолжают оставаться одним из лидеров нефтедобычи. Плюс у них идут превосходные дела и с исландцевым газом. Если цены на нефть не взлетят, готово ли российское правительство поддерживать и выполнять свои обязательства в будущем году? Бюджет следующего года сверстан, исходя из стоимости нефти, тоже около 100 долларов примерно за баррель. Здесь надо иметь в виду, что когда речь идет об уровне цен на нефть, в зависимости от которых верстается бюджет, то это не сиюминутные колебания, а это имеется в виду среднегодовая. Это средний показатель в течение года. Так вот, пока в российский бюджет 2015 года заложен дефицит в размере примерно 0,6% ВВП. Много это или мало? Но это для сравнения. Для еврозоны нормативным показателем является 3% ВВП. Многие страны еврозоны сегодня не укладываются и в этот норматив. Экономический обозреватель Сергей Сининский. Сергей, спасибо. Пожалуйста, всего доброго вам. Тем временем Международное агентство Мудис понизило рейтинг России. Только за прошлую неделю, по данным агентства, Центробанк потратил на поддержку валютного курса 11 миллиардов долларов. Глава Центробанка России Эльвира Набиулина опровергает информацию некоторых СМИ о том, что главный банк страны будет вводить ограничения на движение капитал. Слухи, которые появились в прессе, они абсолютно безосновательны. И мы не планируем и не обсуждаем и не собираемся вводить никаких ограничений на движение капитала, потому что считаем это и неэффективным, и в целом опотрывающим доверие инвесторов и экономических субъектов к финансовой системе, к экономической системе. А что говорят в Кремле? Владимир Путин не видит особых проблем. Все трудности президент считает временными. Резервов достаточно для того, чтобы корректировать уровень национальной валюты. Я не вижу здесь никаких драматических возможных изменений. Уверен, что с корректировкой цен на нефть будет корректироваться и курс национальной валюты, курс рубля. Между тем, инвесторы ЮКОСа намерены добиваться ареста имущества России в Европе и США. Документы подадут в суды Германии. Конфискации инвесторы намерены добиваться в рамках выплаты компенсации в 50 миллиардов долларов, которую летом этого года присудил Международный третийский суд в Гааге за национализацию ЮКОСа. Об этом сообщил немецкому изданию «Шпигель» адвокат инвесторов. Ну и с Праги и Вашингтон вспомним трагедию в небе над Украиной. Еще раз к вопросу, кто же сбил малазийский «Боинг». Коллеги, продолжайте. Сергей, спасибо. Германское агентство внешней разведки БНД пришло к заключению, что вина за сбитый в июле в Украине «Боинг» малазийских авиалиний лежит на пророссийских сепаратистах. Глава БНД Герхард Шиндлер заявил об этом на заседании Комитета парламента по делам безопасности еще в начале октября. Он опроверг предположения Москвы о том, что самолет был сбит украинскими военными. Также, по его словам, не соответствует действительности информации о том, что в момент трагедии в непосредственной близости от «Боинга» находился украинский истребитель, сообщает немецкий еженедельник «Дер Шпигель». Первая группа людей, которые контактировали с погибшим от лихорадки Эбола Эриком Дунканом, прошла 21-дневный карантин. Все 48 человек, в том числе и невеста погибшего Луис Тро, вне опасности. США продолжат лидировать в помощи международному сообществу в борьбе с лихорадкой Эбола в Западной Африке. Если мы хотим защитить американцев от вируса здесь, дома, мы должны положить конец ему там, в Африке. И здоровье тех американцев, кто несет службу там, является для нас главным приоритетом. В Вашингтоне готовятся к празднованию 25-летия падения Берлинской стены. Накануне в институте Кеннона состоялась дискуссия о той роли, которую журналистика сыграла в падении коммунизма, и о том, с какими вызовами международному вещанию приходится сталкиваться сейчас, четверть века спустя. У нас в студии наш корреспондент Юлия Савченко, которая присутствовала при этом обмене мнениями. Юлия, добро пожаловать в студию. Так, каковы же основные вызовы? Спасибо, Юлия. Но юбилей действительно знаменательный. Интересно при этом, что к этому юбилею Запад подошел с вызовом, которые могли бы быть у него, скажем, 26 лет назад. Речь идет о российской пропаганде. В США размахом и качеством этой пропаганды очень неприятно удивлены. Во время дискуссии на эту тему в Институте Кеннена директор организации Freedom House Дэвид Крамер, который ранее занимал должность заместителя госсекретаря США по вопросам демократии и прав человека, высказал мнение о том, что Запад сейчас находится в состоянии информационной войны с Россией. Он также отметил, что Америка в этой войне пока проигрывает. Мы поговорили с ним в кулуарах этой встречи, и он так объяснил свою точку зрения. Пропаганда, которая исходит из Кремля и от контролируемых Кремлем новостных организаций, вызывает крайнюю обеспокоенность. Они не просто искажают информацию, они пытаются создать свою собственную реальность. Они неверно все интерпретируют, они лгут и представляют ситуацию такой, какой она на самом деле не является. Яркий пример там и Украина, когда у вас есть люди, такие как Дмитрий Киселев, которые просто брызжут ненавистью и используют оскорбительную риторику. Они не журналисты, они просто говорящие головы пропаганды Кремля. Вся их деятельность построена на лжи и имеет очень антизападный и антиамериканский тон. Они не передают новости, не представляют объективного анализа. Они просто изрыгают ложь Кремля, что, на мой взгляд, очень опасно. Вот такого мнения придерживается президент Freedom House Дэвид Крамер. Здесь необходимо отметить, что в официальных рейтингах свободы прессы этой организации Россия находится на непочетном 81-м месте из 100. Специалисты отмечают преследование журналистов, внесение поправок в законодательство, направленных на ограничение свободы прессы и физические нападения на журналистов, помимо всего прочего. Еще одним поводом для беспокойства в этом свете является тот факт, что российские тенденции, как говорят здесь, выплескиваются на евразийский регион. Три из худших по мировым показателям восьми стран находятся здесь. Это Россия, Казахстан и Азербайджан. И на фоне всего этого, как уже было отмечено, бушующая российская пропаганда. Юлия, на конференции присутствовали представители Госдепартамента. Какую позицию они занимают по этому вопросу? Юлия, Госдепартамент действительно обеспокоен. И обеспокоен настолько, что теперь уже специальные подразделения занимаются этим вопросом. И заместитель координатора Бюро международных информационных программ Госдепартамента США Таня Чамяк-Салви говорила об особой обеспокоенности в ЕОЭ в ведомстве ситуации в России, которая, как она выразилась, влияет и на глобальный климат. Мы видим эту ситуацию следующим образом. В то время как мы отвлеклись на другие глобальные вызовы в последние несколько лет, президент Путин построил огромную машину дезинформации, которая имеет глобальный охват. Мы очень впечатлены тем, насколько она бесстыдна, и тем, какое влияние она оказывает на русскоязычное население стран, граничащих с Россией. Один из небольших проектов, о которых я хочу сегодня рассказать, и который направлен на то, чтобы ответить на усиливающийся, все более энергичный потоп пропаганды, это платформа социальных медиа на русском языке, которая создана для того, чтобы противостоять искажению информации, которой занимается целый ряд СМИ. Это была Таня Чамяк-Салви. По ее словам, бороться с искажением правды Госдепартамент хочет, предоставляя информацию, которая позволит аудитории получать представление о реальном положении вещей и самостоятельно принимать решения и формировать оценки. Интересно, что в ходе полемики о российской пропаганде не раз звучало название канала Russia Today, которую на Западе считают самым мощным локомотивом этой пропаганды. Американские чиновники и аналитики при этом подчеркнули, что никто из них не является сторонником того, чтобы чинить препоны вещанию этого канала. Вашингтонский офис, которого находится, кстати, совсем недалеко от студии, в которой мы сейчас выходим в эфир. Свобода распространения информации здесь у нас по-прежнему превыше всего. Все решения на основе полученной информации должен сделать ее потребитель. Юлия, спасибо большое. Это была наш корреспондент Юлия Савченко. На понедельник назначено техническое заседание по делу Джохара Царнаева. Стороны защиты и обвинения встретятся в суде для прояснения ряда технических моментов. В частности, защита подала в минувший четверг запрос о представлении улик, которые свидетельствуют в пользу того, что покойный брат Джохара Царнаева, Тамерлан, был связан с стройным убийством в 2011 году. Первое заседание по делу Джохара Царнаева назначено на 5 января 2015 года. Сергей, теперь передаем слово вам. Правозащитная организация Международная амнистия заявила, что в убийствах мирного населения и вооруженных людей на востоке Украины виновны как сепаратисты, так и украинская армия. К такому выводу эксперты пришли в результате многомесячного расследования на Донбассе. Моя коллега Шахиды Якуб связалась с одним из авторов отчета, Сергеем Никитиным. И вот что он ответил. Ведется активная пропагандистская война между украинской стороной и российской. Сыпятся взаимные обвинения в массовых казнях, в массовых захоронениях и все такое. Вы можете сказать нам, что на самом деле происходит в зоне конфликта? Сегодня тот день, когда Амнисти Интернешнл выпустила, наконец, долгожданный брифинг, в котором, в частности, упоминается и одна история, ставшая таким весьма важным краеугольным камнем вот в этой, как вы правильно сказали, пропагандистской войне. Это история, которая в российских средствах массовой информации подавалась как история о массовых захоронениях. И даже тогда к нам обращались очень многие, включая, скажем, полномочия по правам человека Российской Федерации, которые просили, зная, что Амнисти Интернешнл беспристрастная организация, просили провести свое расследование и сказать, что же на самом деле там произошло. Сергей, а украинская сторона обращалась к Амнисти Интернешнл с просьбой провести такое расследование? Ну, они... Нет. В Москве они к нам не обращались. Я не знаю, обращались ли они к нашим коллегам, которые работают в Киеве. Что интересного вам удалось выяснить? На самом ли деле во всем виноваты пророссийские сепаратисты, или же украинская армия тоже виновна в гибели людей? Значит, что нашли мои коллеги, которые были там? Они обнаружили три захоронения, речь идет о двух местах в Донецкой области. Есть ли у вас данные о том, кто стал виновником в гибели этих людей? Это сепаратисты или это проукраинская армия? Исследования, которые проделали мои коллеги, показывают, что можно с полной уверенностью сказать, что здесь вина ложится, очевидно, на про-киевские силы. Среди погибших, в частности, в одном захоронении было пятеро инсургентов, бойцов, которые воевали на стороне донецких повстанцев. И там, мы помним, все видели, наверное, эту табличку, где перечислено четыре фамилии, а вместо пятой стоит просто номер, очевидно, воинского билета Российской Федерации. И в двух других захоронениях захоронены по двое. Так что же теперь делать? Какие рекомендации Международная амнистия сделает в этом случае и той, и другой стороне конфликта? Мы говорим о том, что обе стороны обязаны провести незамедлительное, тщательное и беспристрастное расследование о всех случаях, которые известны, о которых сообщалось. В Европейском суде по правам человека в Страсбурге начались слушания по делу о гибели заложников во время штурма школы осетинского города Беслан. 1 сентября 2004 года, напомню, 60 боевиков захватили школу и в течение трех суток удерживали около полутора тысяч заложников. В основном это дети, женщины и старики. 3 сентября власти отдали приказ на штурм спортивного зала школы. В результате погибли 334 человека. Андрей Королев продолжит. Среди истцов более 400 человек. Глава комитета «Голос Беслана» Элла Кисаева в начале сентября подтвердила, что в результате штурма школы российским руководством были нарушены базовые права человека. Виновников назначили уже еще в 2004 году. Все было известно, нам ничего не было известно. Это мы, члены семьи потерпевших, наивно полагали, что государству интересно и нужно, и необходимо наказать виновников, чтобы подобные трагедии не происходили. Но потом мы стали свидетелями того, как покрывают преступников, как их уводят от наказания, как прикрывают следы преступления, уничтожают их следы преступления силовиков. Представители общественных организаций, ведущих самостоятельное расследование Бесланской трагедии, утверждают, что прошли 130 судебных инстанций в России. На всякий раз суды выносили постановление о виновности террористов, захвативших школу. При этом ответственность властей оставалась за рамками судебных решений. Тут замешаны, конечно, не одни террористы. Террористы первым долгом, конечно, сами виноваты. Первый долг. Но люди, которые должны были обеспечивать нашу безопасность, безопасность наших детей, наших родственников, они, никто из них не понес ответственность. Все они, как будто вообще, ни при чем это, они террористы, как будто в какое-то безвоздушное пространство пришли, в городе, где только вот одна эта школа была, и беспрепятственно проехали, готовили с Ингушетии какое-то время, и беспрепятственно проехали. Истцы не питают иллюзий насчет будущего решения Европейского суда. Российские власти наверняка сделают все, чтобы обвинительный вердикт ЕСПЧ остался без долгосрочных последствий. На протяжении всех предшествующих лет официальный Кремль отрицал свою причастность к гибели 334 заложников, среди которых 186 детей. Всякий раз руководство страны утверждает, что родственникам погибших не удалось доказать причастность силовых структур к гибели мирных граждан. Москва не берет на себя ответственность за приказ, отданный 3 сентября 2004 года, после которого начался штурм школы. Другие новости. Из Праги в Вашингтон. Андрей Макаревич выступил в Соединенных Штатах. Как это было, коллеги, вам слово. Спасибо, Прага. Андрей Макаревич представил в Вашингтоне новую программу «Идиш-джаз», куда вошли композиции на английском, русском и идише, а также суперхиты «Машины времени» в новой джазовой обработке. В рамках американского турне музыканты выступили в семи городах США, впереди у них концерт в Канаде. Напомним, что в сентябре несколько концертов Макаревича в России были отменены организаторами после его выступления перед украинскими беженцами. Совершенно потрясающе. Я стучу по дереву, потому что здесь мы еще не играли. Но для меня это была, в общем, большая неожиданность, потому что, во-первых, все-таки это не машина времени, которую знают 40 лет. Во-вторых, вести американский джаз в Америку – это уже достаточно большое нахальство. В-третьих, «Идиш-джаз» – это, в общем, все-таки такая довольно специфическая штука. Это историческое исследование, и его когда делали, я не предполагал, что это вообще будет на какую-то очень широкую аудиторию рассчитано. Для меня это его музыка жива, и сегодняшний концерт – это доказательство того, что она жива. И полный зал, маншлаг. Я была еще маленькая, но Макаревич уже был огромной звездой. Это часть истории, культуры мы до сих пор его дома слушаем. Я просто люблю его музыку, это мое детство. Я сам трынкаю немножко на гитаре, и там 80% моего репертуара – это песни «Машинное время». Он страдал, если за окном темно, он не спал, на ночь забирал окно. Он рыдал, пил на кухне в голом печень, час к дня, она летала по ночам. Мы не отменили концерты в Америке. А почему должны отменили концерты в Америке? На фоне той истерии, которая сейчас происходит в России. Я что, похож на участника этой истерии? Ну, а почему же ты должен что-то отменять? Ну, что, с Америкой в состоянии войны? Я всегда обожал Америку, мы все росли во многом на ее музыке. Я очень люблю, и мне наплевать на всякую истерию. А с Америкой Россия в состоянии чего? Не знаю. Судя здесь, достаточно... Судя здесь, сидя здесь, ощущение, что России вообще не существует. Вы знаете, я так отдыхаю здесь от этой телевизионной истерики российской. Просто вот ты включаешь телевизор, там какой-то нормальный позитив. Люди говорят о своих каких-то внутренних проблемах. Не всегда позитивных. Пропала девочка какая-то, ее нашли. Там это, там поднялись сцены. Там потом что-то построили, там что-то открыли. Идет нормальная жизнь. Людям интересно смотреть про то, что происходит у них в стране. Это нормально. Мы полгода, кроме Украины, ничего не слышали. И про то, какая Америка плохая. Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Вот как вам кажется сейчас, стоит прогибаться или нет? Да не сейчас не стоит, никогда не стоит. А он прогнется под нас? Не знаю, поживем, посмотрим. Ничего не бывает вечно. Все проходит. Первый огород при Белом доме был разбит на Южной лужайке женой президента Рузвельта Элеонорой, которая хотела показать американцам, как в кризисные времена можно обеспечить себя продуктами. Новая версия огорода была создана в 2009 году по инициативе первой леди Мишели Обамы. Сейчас середина октября, при вашингтонской погоде самое время собирать урожай. Репортаж Дарьи Кутковой. Белый дом собирает урожай. Я так рада, что вы здесь. Мы бы без вас не справились. После того, как мы все сделаем, мы пойдем на кухню и приготовим что-нибудь вкусненькое, а потом все это съедим. Но на этом дело не закончилось. Известная своей кампанией по продвижению здорового образа жизни, первая леди США взорвала интернет шестисекундным видео. Мишель Обама станцевала с репой, выкопанной у стен Белого дома. Видео стало ответом на опрос, который ей задали в социальных сетях. Сколько калорий она теряет, работая в огороде? «Эй, Альфа-кэт, первая леди хочет знать, копаю что?» сказала Мишель Обама, держа в руках репу. Вероятно, она хотела обратить внимание на игру слов «копать» и «репа», которые по-английски произносятся одинаково. Кстати, как заметили специалисты по рекламе, всего за шесть секунд первой леди удалось убить сразу двух зайцев. Во-первых, она привлекла внимание к здоровому питанию, в частности к овощам, с которыми теперь танцуют перед камерами пользователи социальных сетей во всем мире. А во-вторых, в очередной раз продемонстрировал недорогой и эффективный способ напомнить в целом разочаровавшимся молодым избирателям о привлекательности платформы президента-демократа Обамы, особенно в контексте приближающихся промежуточных выборов в Конгресс. И снова передаем слово Праге. Сергей? С 1 января следующего года в России запрещается использование айфонов и айпэдов. Эту новость россиянам сообщил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. Шахида Якуб в пинцете расскажет о возможных последствиях такого решения власти. Сколько нужно времени, чтобы выяснить, есть ли у человека айфон? Доля секунды, так как практически каждый обладатель этого чудо-смартфона имеет обыкновение не выпускать его из рук, как вот, например, этот пользователь. Ну так вот, со следующего года айфоны и их не менее популярные братья айпады будут объявлены в России вне закона. Сообщивший об этом главный интернет-надзиратель России Дмитрий Мариничев пояснил, что предотвратить эту трагедию можно только в том случае, если мировой лидер смартфонов компании Apple станет сохранять данные всех российских пользователей на территории Российской Федерации, как того требует Госдума. Дело в том, что персональные данные пользователей айфонов по всему миру сохраняются в системе iCloud, которая передает данные в США. Для того, чтобы сохранить свое шаткое присутствие на российском рынке, Apple должен в срочном порядке напокупать сервера, создать дата-центры, поменять программное обеспечение, ну, короче говоря, как у Золушки, отделить чечевицу от зерна. Замечу, что ни одна страна в мире, даже Китай, которая пытается контролировать интернет, до такого еще не додумалась. А ведь в России айфоном пользуется каждый десятый житель. Кстати, не только айфонов коснется запрет. Интернет Дракула также пригрозил запретить социальные сети и интернет-магазины. И как же теперь Дмитрий Медведев проживет без Твиттера? А Владимир Путин достучится до сердец российской молодежи без Фейсбука. Итак, твердым шагом 20-й век, товарищи. Петра Александровича, пожалуйста. Все события дня в новом телевизионном проекте «Настоящее время». Фильм «Ярость», которым на прошедших выходных закрылся лондонский кинофестиваль, стал лидером проката в США. За три дня с пятницы и по воскресенье последняя работа Брэда Питта собрала 23,5 миллиона долларов. Репортаж с премьерой картины в Вашингтоне. Брэд Питт в «Ярости», а «Ярость» в Вашингтоне. Премьера последнего фильма «Ярость» о сражениях и подвигах американских танкистов во Второй мировой состоялась в Вашингтонском музее новостей. В этом фильме Дэвид Эйр как раз повествует об инстинкте выживания, опыте борьбы за жизнь жестокой реальности. Я закончил съемки, лучше понимаю, через что проходят наши солдаты. Режиссер Дэвид Эйр по-голливудски, насытив картину батальными сценами, спецэффектами, пламенем и грохотом, тем не менее снимал не боевик на исторической основе, а фильм о человеческих отношениях в тот момент, когда все происходящее бесчеловечно. Это не картина о битве, это фильм о семье. Семье, которую выпало жить в танке и убивать людей. Я хотел снять фильм о братьях, о их отношениях и радостях, их страхах и ужасах. Ты начинаешь сочувствовать им, вместе с ним погружаясь в понимании того, что такое воевать на той войне. На премьеру в Вашингтоне пригласили ветеранов. Авторы фильма опирались в своей работе на их воспоминания. Мы разговаривали с участниками этой войны. То, что происходило по-настоящему, было ужасно. Это тяжело. Мы должны признавать подвиг этих людей, и я надеюсь, что картина выполняет эту задачу. Фильмы о прошлых битвах неизбежно навевают мысли и о нынешних сражениях. Я не могу сравнивать с сегодняшней войной. Мы живем в другое время и больше не сражаемся с врагом, который был столь же понятен, как враг тогда, в боях 2-й бронетанковой дивизии. С исторической точки зрения этот фильм снят хорошо. Насколько я понимаю, судя по отрывкам, которые я видел, все снято очень реалистично и правдиво. Я знаю эти танки. Я знаю, для чего они были нужны. Мне нравится реалистичное кино о войне, которое рассказывает не только о храбрости, героизме, но и сердцах людей. О том, почему мы не хотим война. Это была последняя страница нашего тележурнала, которую для вас подготовили «Голос Америки Вашингтоне» и «Радио Свобода в Праге». Следите за главными событиями дня. Читайте аналитику на сайте нашей программы currenttime.tv. Сергей? Мы благодарим коллег Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в социальных сетях и в эфире своих национальных телеканалов. В настоящее время вновь наступит уже завтра вечером. Я Сергей Дорофеев. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин